Ошибка ценой в должность. Президент Трамп оказался в центре самого громкого с момента его избрания скандала. Что он на самом деле сказал Лаврову, чего теперь требует Конгресс и почему пресса заговорила об импичменте. Дмитрий Анопченко следит за ситуацией. Уже не тайна. NBC News выяснил, что именно Дональд Трамп рассказал российскому министру иностранных дел. Оказалось, действительно предупредил о планах террористов исламского государства организовать теракт на борту самолета. Устроить взрыв хотели при помощи ноутбука, вмонтировав бомбу в его корпус. В аэропортах с устаревшими сканерами безопасности такую угрозу могли и не заметить. Об этих планах узнал израильский агент, внедрившийся к исламистам. И теперь его жизни угрожает опасность. Конгресс теперь действует жестко. Сенатский комитет по разведке потребовал немедленно предоставить ему все документы по встрече Трампа с Лавровым. В том числе даже рабочие записи, которые могли вести участники этих переговоров. Ну а три десятка конгрессменов-демократов уже написали официальное письмо. Требуют начала расследования. Поводом для этого стали и последние события, и возможные связи команды президента с Россией. Формулировка «требуем провести расследование» являются ли Трамп и другие высокопоставленные чиновники участниками сговора, призванного воспрепятствовать выяснению обстоятельств. Этот президент должен проявлять дисциплину, когда разговаривает с другими лидерами. Секретная информация, важная для нацбезопасности, не может быть передана тем, кто не разделяет наш образ жизни. CNBC в своих заголовках даже использует понятие «государственный переворот». Сообщают, цитирую, «скандал вокруг встречи с Лавровым имеет целью отстранения президента от власти». Инициатором телеканал считает кого-то из окружения Трампа, или скорее влиятельных конгрессменов из силовых комитетов Сената. Но ведь ошибка или самонадеянность по Конституции Соединенных Штатов вовсе не могут быть основанием для импичмента. А могут измена Родине, получение взятки, а также серьезнейшие должностные преступления, факт которых должен официально подтвердить Конгресс. Вот почему противники Трампа, демократы, всеми силами сейчас пытаются начать расследование лично против президента. А еще, как выяснил Fox News, планируют потратить миллион долларов на создание позиции президенту. И в июне начнут акцию по всей Америке под лозунгом «Лето сопротивления». Команда Трампа все это время пытается оправдываться. Дескать, президент, как главнокомандующий, имеет право рассекречивать любую информацию. Да, у нас очень успешная встреча с российским министром была о нашей борьбе против ИГИЛ. Но противники Трампа настроены серьезно. А последствия ни одна, ни другая команда до конца просчитать, похоже, не может. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.